Итак, всем здравствуйте! Сейчас я попробую приготовить роллы с помощью вот этой штуковины, которая называется суши-базука. Предварительная подготовка достаточно простая. Нужно немного смазать форму маслом, чтобы к ней не прилипал рис. Вот я уже масло налил. Сейчас можно взять салфетку и протереть маслом форму так, чтобы она получилась достаточно скользкой. Достаточно всё быстро происходит, вообще никаких проблем. Также ещё имеет смысл протереть маслом поршень, чтобы рис на него тоже не налипал. Понимаю, как это выглядит, но извините, уж как есть. Теперь будем считать, что всё готово. Можно в форму укладывать рис. Рис примерно посередине, почти до краёв. Лопаточка у меня из комплекта от мультиварки. У вас такая тоже может быть, теоретически. Особо рис жалеть смысла не имеет. В принципе, на одну заправку целиком вот этого цилиндра уходит примерно, по моим расчётам, граммов 70. В принципе, это достаточно много, потому что, если готовить роллы самому, они, во-первых, получаются поменьше, покомпактнее. Ну и рис, соответственно, уходит тоже поменьше. Вот, я сейчас очень постараюсь не накосячить, соответственно, времени это будет занимать немного дольше. Вот, рис уложен в форму. Теперь надо сделать выемку для начинки. Для этого укладываем поршень. Лучше, наверное, даже вот так, чтобы он резьбой попал в выемки. И чуть-чуть его прокрутим, чтобы получилась красивая ровная выемка для начинки. С одной стороны и с другой стороны. Получилось. Начинка у меня уже подготовлена. Лучше всего получаются роллы с красной рыбой, поэтому я, собственно, с них и начну. Ими же и закончу, так что уж как есть. Укладываем рыбу. Рыбу тоже лучше не жалеть. Потом будет приятнее. Примерно вот так. Еще добавим огурца. Точнее, что значит добавим? Я добавлю огурца. Теперь я постараюсь эту форму собрать вместе. Собственно говоря, я забыл это сделать. Она только-только из посудомойки, поэтому разобранная. Вообще, ее лучше собрать перед тем, как закладывать рис. Тем не менее, она даже в таком виде собирается достаточно легко. Теперь надо не забыть поставить на место поршень. В любую половину роль не играет. Будем надеяться, что я угадал. И аккуратно закрыть ее половину, постаравшись не выронить поршень. Вот так вот закрываю, нажимаю и стараюсь удержать начинку внутри. Потому что начинки реально много. Роллы будут очень вкусные. Не то что покупные. Теперь надо закрыть замки аккуратно. Один замок, второй замок. Не у всех это сразу получается. Я на YouTube смотрел. У меня получилось. Следующий шаг. Надо прокрутить поршень так, чтобы он сошел с резьбы внутри. Но предварительно лучше, конечно, надеть крышку. А крышку я заодно буду взять. Вот эта хитрая крышка. Закрываем крышку, чтобы рул раньше времени не вывалился. Теперь я прокручиваю поршень. Раза 4-5 это надо, он потом с резьбы сходит сам. И теперь, значит, можно уже продолжать. А продолжать я, вроде, после того, как немного протру поверхность, чтобы туда спокойно положить доску. Вот носить-то спокойно. Вот у меня доска с заранее приготовленным нори. Вроде даже положено почти так, как надо. Нет, повернем. Теперь открываю крышку. И если я все сделал правильно, то у меня получится выдавить аккуратный ролл прямо на лист нори. Вот, примерно вот таким образом это делается. Почти попал. Еще потренироваться надо будет немного. Теперь я поворачиваю, чтобы его завернуть. Заворачиваю ролл вот таким вот образом. Но все как обычно, здесь никакой научной фантастики. Немного воды, чтобы заклеить. Особенно внимательный зритель наверняка заметил, что пропущена одна стадия. Классическая сборка ролла подразумевает, что он сжимается циновкой. Но здесь этой стадии нет. По идее, было бы неплохо, чтобы ролл немного вылежался. Но так как времени мало, попробуем прямо сейчас его разрезать. Для этого надо немного смочить нож водой. Отрезать концы, потому что концы не очень хорошо получаются. Хотя вот, посмотрите. Если перевернуть, вот такая красота. И теперь можно нарезать роллы, периодически смачивая нож водой. Вот такая красота. Второй, как на заводе. Если, конечно, их на заводе делают, но я не знаю, где роллы делают, по-хорошему. Я вот дома их делаю. Еще. Продолжаем. Еще. Чем острее нож, тем лучше. Но, собственно говоря, если вдруг роллы не нарезаются, мы понимаем, что это не проблема суши-базуки. Проблем ножа. Еще. Еще. Ну и последний, собственно говоря, у меня получилось не очень аккуратный. По той простой причине, что не до конца я научился правильно его раскладывать. Видели? С одной стороны получилось много выехало, а с другой мало. Ну, наверное, как-нибудь так придется его съесть, усиленно прикрывая рот ладошкой. Ну, что, приятного мне аппетита. Попробуйте сами. Штука достаточно простая, удобная. И, что самое главное, эффективная. Доброе утро! Продолжение следует...